У Комеля отбылся урочистый сход, присвяченный 100-годью створения комиссии по справах неполнолетних. Отповедный декрет Совета народных комиссаров был подписан 14-го студента 1918 года. Подробности в наступном сюжете. За свою 100-годовую историю работы комиссия неодноразово меняла назвы. Однако сутность засталася неизменной и сегодня. Это в первую очередь охова детей и увага с боку державы до их тяжкой житевой ситуации. Сегодня наводнельно подлечить, сколько семей и детских лесов вырытывали супрацовники комиссии. Знаковая падея в работе с детьми и подлетками стал подписанный в листопаде с 2006 года декрет президента номер 18 об додатковых мерах по державной обороне детей в несприяльных семьях. А кроме того, сегодня в Гомельской области целком отмывались от детских интернатных установ, а гульного типа. Неполнолетние, которые трапили у тяжкой становищ, накировываются в опекунске и приемные семьи, а также становятся выхованцами детских домов в семейного типа. По статисты, за последние 10 лет у три раза снизился узровень подлетковой злочинности. Значально скоротилась околькость выпадков гибели детей. Задача стоит очень сложная, но они сегодня всем по плечу и всем субъектам профилактики. Мы на очередных наших совещаниях об этом говорим. Поэтому расслабляться нам некогда, нужно идти вперед. И задача одна – сделать все для того, чтобы ребенок, который проживает в Гомельской области, был защищен государством и знал, что он живет в самой красивой, самой достойной стране. Поляпшение ситуации стало выником мотненкерованной прации, которая проводится комиссиями по справах неполнолетних и иншими субъектами профилактики. На летний период для молодых людей у дымлику с категории тяжких организуется працовное и патриотичное лагерь. Под эгидой комиссии по справах неполнолетних проводятся такие мероприемства, как курсант «Ты», патриот, зарница, детство без гвалта, туристичные взлеты. Профилактика негативных зъяв у молодых Масеродзе, празд взаимодействие всех зацікавленных боков и организацию корисной занятий – сегодня это одна из главных задач. З нагодой святкования юбилейной даты, самая активная и мотненкерованная отримали подзяки премьер-министра Республики Беларусь и гонеровые грамоты Гомельского облевиканкама. У леку ознагородженных и телерадио-компания «Гомель». В комиссии работают люди небезразличные, работа очень тяжелая, очень ответственная, задач ставится много и выполнять их могут только люди, которые не считаются с личным временем, которые всегда днем и ночью готовы прийти на помощь. Евгения Кухаронак, Валера Гапанько, телерадио-компания «Гомель».